Ребята, сегодня мы с вами пришли в музей народной игрушки. Воспитательный смотри. Сотрудник музея нам покажет экскурсию бабушкин сундучок. Скажите, пожалуйста, а как зовут человека, который проводит экскурсии? Экскурсов. Правильно. Но прежде чем войти в зал, давайте с вами вспомним правила посещения музея. А в этом нам помогут знаки правила четыре нет. Вспоминаем. Итак. Ничего не трогать. Не трогать. Не трогать. Не трогать. Не экспонаты. Правильно. Не переживать. Правильно. Не бегать. Молодцы. Не шуметь. Ну что, ребята, все правильно вы ответили, а нас уже ждут в зале. Здравствуйте, гости дорогие. Рада вас видеть в нашем музее народной игрушки. Зовут меня Ольга Сергеевна. Я как раз экскурсовод. Работаю здесь и проведу для вас экскурсию, которая называется как? Бабушкин сундучок. Правильно. А поможет мне в этом вот эта красавица. Да посмотрите на нее. Какая она ладная, красивая. Посмотрите. Большая, нарядная. Да? Да не простая. Колокольчик нам подскажет, как же ее зовут. А зовут ее... Колокольчик. Колокольчик. Да, на колокольчик. Такая пышная, красивая. Делали раньше такие колокольчики. Маленькие. Вот они. Не больше ладони. Для игры, для развлечения малышей. А еще ее давали тем, кто собирался в дальнюю дорогу. Как напоминание о доме, как напоминание о семье, о маме, папе, братьях и о сестрах. То есть о всех родственниках. Эта куколка была и оберегом, и помощницей, советчицей. С ней можно было и поговорить, когда будет грустно. Ребята, ее хранили. Почему она такая маленькая? Как вы думаете? Может поможете? С мамой. Правильно. Чтобы можно было в кармашек положить или за пазуху, поближе к сердцу. У наших куколок, которые представлены здесь, на выставке много друзей. Вот с ними как раз я вас сегодня и познакомлю. Ну что, готовы ознакомиться с куклами? Ну тогда проходите вот сюда. Вот это экспозиция «Бабушкин сундучок». Здесь собралось кукол очень и очень много. Конечно, со всеми мы сразу познакомиться не сможем. Поэтому будем выбирать. Хочу показать вот какую куклу. Эта кукла обережная называется Куватка. Кто сможет повторить? Куватка. Молодцы. Такую куколку делали для деток, которые только-только родились. Клали в кроватку, и она должна была оберегать малыша. День-ночь куколки. Кукла. Точно. А вот эта вот как раз и называется кукла день-ночь. А как ты догадалась, что она называется день-ночь? Ну подожди, я сейчас. Потому что с ними спят. С ними спят. Так. А еще, Вероника? Потому что у нее она белая и темная. Правильно, умница. Как белый день, как темная ночь. Это тоже, ребята, куколка обережная. Когда нужно было дом оберегать от злых сил днем, вывешивали светлую куколку. А когда надо было оберегать ночью, вывешивали темную. Так она и называется день-ночь. А вот эта куколка наверняка вам знакома. Как она называется? Кто знает? Игровая. Да не совсем. Играть ей тоже можно было. Ну? Пеленанка. Правильно, умница. Пеленанка. А в других местах ее называли пеленашка. Маленький младенец запелененный. Его клали тоже в кроватку поближе к малышу. А вот эта куколка называется ведучка. Смотрите, почему она так называется? Кто объяснит? Потому что она ведет ребенка. Правильно. И это оберег мамы и ребенка. Сделаны они на одной ручке. Посмотрите. Которая показывает, что мама всю жизнь связана с малышом. Вот они какие. А были, ребята, еще куклы, которые следили за здоровьем людей. Настоящие лекари. Вот, например, такая куколка. А что у нее внутри, вы мне сейчас попробуйте сказать сами. Ну-ка, потрогайте. Потрогайте, да передавайте друг другу. Подходите сюда, ребят. Давайте вот так кружком. Сюда подходите. Ну-ка, подумайте. Трава. Так, все согласны? Да. Ну-ка, давайте там потрогать тоже Вероник. Вероник, держи. Согласны, что там травка? Лечебная трава. Лечебная трава. Согласны? Да. Да. А что хотел сказать? Она называется травница. Умница. Знакомая вам тоже куколка. Действительно. Называется она кубышка-травница. Собирали лекарственную траву, клали внутрь куколки. И когда кто-то заболевал, давали ее помять. Если мять эту куколку, то лечебный запах наполнял всю комнату. Этим запахом уже человек, который больной, лечился. Поэтому куколка настоящий лекарь. А вот эта куколка дарилась для здоровья. С пожеланием благополучия, счастья и здоровья. И называется она так. На здоровье. Посмотрите. Кто-нибудь знает, из чего она сделана? Из соломы. Солома. А еще какой есть вариант? Из сена. Из сена. Ребята, она сделана из растений, которое называется лен. Знакома она вам? Да. Вот из семена лена запаривали, чтобы не кашлять. То есть от кашля. А вот из стебельков уже делали вот такой отчес. И из него мастерили куколки. Использовали еще даже в строительстве. А потом делали нитки, пряли, ткали, а из ткани делали одежду. Вот какое волшебное растение лен. В той одежде, ребята, зимой, или когда холодно, не очень холодно. Не замерзнешь. А летом в такой льняной одежде не жарко. И вот эта куколка называется как? Кто повторит? На здоровье. Молодец. Умница. На здоровье. А были еще куклы-помощницы. Пойдемте дальше, и я вам их покажу. Проходите вот сюда, поворачивайтесь лицом ко мне. Вот здесь как раз куколки-помощницы. Посмотрите, какая интересная куколка. Десять ручка. Десять ручка. Десять ручка. Так, а давайте-ка посчитаем. Шесть ручка. Один. Давайте считаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть ручка. Да? Ребята, как вы думаете, для чего же мы стерили такую куколку-помощницу шесть ручку? Для мамы. Так, а почему она нужна именно маме? Да, чтобы помогать. Чтобы помогать. Чтобы мама все успевала. Правильно. У мамы-то дел много, правда? И погладить, постирать, и убраться, и с вами поиграть, и книжку почитать, да? И накормить всю семью. А руки-то только две. Поэтому и мастерили вот такую многоручку. Начинали их делать, ребята, именно с 14 октября, с праздника Покров, когда заканчивались все полевые работы и огородные, и женщины садились за прялочки. Вот у нас в экспозиции есть прялочка, есть веретено, при помощи которого делались ниточки, которые потом заправляли в ткацкий станок и ткали, получали ткань. А куколки-помощницы помогали. Вот эта куколка сделана изо льна, растений, про которые я вам уже рассказывала. А еще одна куколка, как раз шаг назад сделаем, вот эта, десятиручка, в ней уже 10 ручек, посмотрите. И она сделана из лыка, вот она какая. Здесь у нее ручка уже с веничком, а здесь в руках малыш. Сразу видно, какие основные занятия вот у этой куколки будут. А еще, ребята, была куколка-помощница вот какая, посмотрите. Если ее помять, потрогать, вот потрогайте внутри, то почувствуйте, что там маленькие зернышки. Это крупа, пшено. Такую куколку так и звали помощница. Почувствовали там маленькие зернышки? Да. Это крупа. Куколку такую делали, ребята. Мама мастерила ее, шила из льняной ткани, когда дочке исполнялось 7 лет. Величиной она была с горшок, в котором готовили кашу. Вот это вот у нас чуть-чуть получилось поменьше, да? Такой горшок у нас большой, а куколка получилась чуть-чуть поменьше. А должна она быть именно величиной с горшок. И приговариваю это своеобразный мерный стаканчик, чтобы крупы было ровно столько, чтобы каша не выварилась из горшка. Мама делала куклы и приговаривала. По ножке крупинички, по шейку водички, по головку кашки. Что это значит? Насыпать в горшок вот столько зерна, да, по ножке. Заливать его водичкой, вот так, чтобы водичка была как раз куколке по шейку. А тогда каши сколько наварится? До головы, до макушки. Вот такая куколка помощница. Вот тебе дочка и помощница, и советчица. С 7 лет девочки уже учились готовить кашу самостоятельно. А куколка была ей помощница. Вот какие. Ну и были игровые куклы. Вы вообще любите играть в игрушки-то? Да! Так вот старину-то тоже были игрушки, которыми играли. Ну-ка давайте дальше перейдем. Вот какую куколку мастерили, когда ребятенку исполнялось всего 3 годика. Вот она какая. Сидит на пальчике, да ушками дергает. Кто это? Зайчик. Его так и называют. Зайчик на пальчик. Ну-ка попробуйте одеть. Так. В лес твой пальчик, а твой? Вот какой, ребята, зайчик на пальчик игровая игрушка. С ней можно было и побеседовать, поучиться разговаривать. Малыш же еще маленький, 3 годика. А можно было и слезки вытереть ушками, когда плакать захочется. Куколки еще были Иван да Марья, тоже игровые. А вот эта куколка называется Перевертыш. Как вы думаете, почему? Потому что она проворачивает мать. Правильно, вот эта мама, посмотрите, у нее 2 кулечка маленькие, 2 ребеночка. А вот такая она была, когда девушкой была. С подружками в лес ходила, грибы, ягоды собирала, хороводы водила, на праздниках гуляла. Вот она какая, яркая, нарядная. А как замуж вышла, дети народились, стала серьезная. Неприметная. Вот такая мамочка уже. И куколка как называется? Перевертыш. Молодцы. Давайте переворачивайте. Правильно, поэтому и название у нее такое интересное. Перевертыш. А вот это куклы-веснянки. Тоже игровые куклы, делали их весной, развешивали на деревьях. Ну что, красивые куклы? Да. Интересные? Да. А теперь рассаживайтесь на стульчике. Скажите, пожалуйста, а у вас куклы любимые есть? Ла-ла-луки есть у меня дома. Ого. Мальчик Глеб. Так. Ну, Женечка, какая у тебя любимая? Мальчик Глеб. Какие интересные у вас названия? Малыши. Так. Малыши. Какие у вас интересные куклы? Только вот что-то отвечали-то все время только девочки. А у мальчиков нет любимых кукол? Нет. Только машинки. Только машинки? Машинки. Перевертыш. Перевертыш. Были куклы все-таки. Но видите, как они... Нету ни одной. Нету ни одной. Христи ручка. Так. Ну, это вот, которую вы здесь видели. А я имею в виду, которая у вас любимая кукла. Все-таки, наверное, большинство играют куклы девочки, да? А раньше, ребята, были куклы и для мальчиков. Вот такие игровые. Мастерила их мама вместе с сыном. Посмотрите, какая интересная. Называется она Куклак. Куклак. Потому что у нее руки в виде кулачков. Правильно, руки-то в виде кулачков. И вступали мальчишки этими куклами в настоящие бои. Мальчишки любят подраться? Да. Синяки друг другу поставить тоже хочется? Да. Так вот, чтобы синяки-то не ставить, да гидраться, мастерилась вот такая куколка. Мальчик все узлы завязывал. Крепко-накрепко, силу свою проверял. Выходил на улицу. И с соперником начинали драться. Крутится куколка. Кулачки кулачками машет. У кого первая шапка слетит, тот и проиграл бой. А у кого узлы развязались, тот, считай, выбывает из игры и идет домой учиться завязывать узелки. Крепко-накрепко. Ну что, проверим вашу удаль молодецкую? Да? Девчонки, проверим наших молодцов? Да. И крепость завязанных узлов у нас? Да. Ну тогда, мальчики, выходите сюда. Ну что, к бою готовы? Да. Так, девочки, считаем. Мальчики тоже. Раз, два, три. Начни. Давайте подкопим. О, шапка что-то попала. Так. Шапка слетела у него. Зато. У одного у нас есть слетящая шапка. У меня нет. А давайте с шапками поменяемся. Так, ну-ка. О, опять слетела шапка. Что-то тут голова, наверное, маленькая. Шапки не по размеру все. Так. Разворачиваем. Бой продолжается. Бой продолжается, ну. Ну, здесь у нас уже четко. Давай поменяемся. Жень, выходи сюда. Давай, садись. Сейчас Жень попробует. Может, у него лучше получится. Так. О, шапка слетела. Уже не по размеру. Так. Девочки, давайте помогаем. Андрей, 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 Андрей. Вот у нас такая шапка вот здесь. Андрей, Андрей, Андрей. А здесь, Люша. Так, здесь у нас уже явный победитель есть. А у вас все. Здесь они зацепились. Все, что-то никак. Так, 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 так. Ну, давай, 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 давай. Вот какие бойцы-то. Ну, здесь ничья. Да, да. Тоже запутались? Да. Вот, кулаками как махать-то. Так, так. Ну, здесь у нас явно куклу, которую дорабатывать надо. И получилась ничья. Молодцы, садитесь, ребят. Но еще были не менее интересные куколки для девочек, которые нужно было так же раскручивать. И куколка получалась как будто танцует. Юбка раскручивается, развивается. И крутится наша красавица в веселом танце. Вот такое движение, ребята, девочкам нужно было как раз для того, чтобы учиться потом крутить веретено и делать нитки. Как видите, простых игрушек не было. Все они были нужные. Вот сейчас мы посмотрим, какие у нас девочки умелые. Как они смогут раскрутить наших красивых куколок. А теперь музыку. Так. Можно раскрутить, да и потанцевать с нашими куколками. А мальчики помогать музыкальным инструментом. А знаете, как называются ваши куколки? Хороводницы. Да, видите, с ними можно поиграть и хоровод станцевать. Как видите, ребята, кукол очень много разных. И обережные, и лекари, и игровые куколки, и помощники. Все они, ребята, сделаны из разных-разных материалов. Вот мы с вами из каких материалов уже видели куклы? Из льна. Из льна. Из льна. Молодец. Из разных. Так. Из салона. Из ткани. День-ночь у нас из ниток. И способы изготовления самые разные. Какие-то скручивали, какие-то завязывали, какие-то переплетали, набивали, сшивали. Поэтому и куклы даже имели такие названия. Скрутка, сшивная, кубышка набивная, вот как наша травница. И ребята в старину к куклам очень березно относились. Их никогда не бросали нигде. Не выбрасывали. Хранили их в бабушкином сундуке. Вот в таком. Всегда в каждом доме был. Иной раз до ста штук их набиралось. В таком сундуке передавали их по наследству. И очень-очень берегли. По куколке можно было судить, какой имеет достаток семья. Если материал, из которого она сделана, дорогой, то значит семья богатая. А если простенький, значит семья бедная. Но все куклы были очень аккуратные. Делать куклу нужно труд, терпение. Правильно? И куклам, ребята, еще если вы здесь посмотрите, не делали, не рисовали глаза, нос и рот. А лицо, правильно, они были безликие. Для того, чтобы, во-первых, детки могли сами придумать настроение своей куколки. Правильно? Сегодня у тебя веселая, куколка веселая. Завтра у тебя грустная, куколка с тобой грустит. А второе, это то, что через лицо, чтобы в куколки вселился злой дух. И она не смогла навредить своему владельцу. Как я уже сказала, дело это очень трудное. Требует терпения, аккуратности, знаний и умения. Кто в куклы не играл, тот счастья не видал, говорили в народе. Это такая пословица. Как вы ее понимаете? Кто в куклы не играл, тот счастья не видал. Значит, безрадостное прошло детство, правда? Да. Было скучно и неинтересно. И счастья-то считай, что ее не было. И вырос человек тоже таким грустным, который играть не умеет. А вы пословица знаете о труде и о куклах? Да. Каков мастер, таковая работа. Молодец. В куклы играть, да про дела не забывай. А как ты эту пословицу понимаешь? Что значит? В куклу играй, да про дела не забывай. Ну-ка, помогайте. В куклу играй, да про дела не забывай. Но про дела нельзя забывать. То есть нужно сначала лучше сделать дела все, правильно? А потом уже пойти играть. Какие еще пословицы мы? Наша кукла хороша и невеста. Так, хорошая пословица. А что это значит? Это значит, если кукла хорошая, значит и невеста хорошая. Если кукла сделана аккуратно, да, красиво, значит и невеста тоже и умелая. Умеет шить, вышивать, умеет аккуратно все делать. Значит, хозяйка будет хорошая. Я вижу, что вы действительно готовились. И знаете, очень много готовились к нашему посещению, к нашему музею, к нашей экскурсии. Много очень знаете. Мне это очень приятно, ребята. Готовились, готовились, да, ребята? Да. В гости мы пришли не даром, а пришли мы к вам с подарком. Сундучок вы открываете и подарок принимайте. Держите. Это кукла-колокольчик. Она была изготовлена руками наших родителей и детей. Замечательная куколка. Ну вот теперь у нас есть еще оберег радости от вас. Куколка-колокольчик. Она займет достойное место нашей экспозиции. И как раз в бабушкином сундучке у нас такой куколки не хватало. Большое вам, ребята, спасибо. Я предлагаю поиграть вам в игру. Вспомни куклу, поиграя. Да. Хорошо. Я показываю вам куклу, а вы вспоминаете ее название и объясняете, почему же она так называется. Ну что? Итак, как в народе называлась эта кукла? Егор. Называлась день и ночь, потому что белую куклу ставили улыбку. Утром, а осенью ночью. Правильно, молодец. Так, а как уекли называлась вот эта кукла? Травница. Травница. А в чем смысл ее на ванне? Там лечит. Она лечит. Так, она лечит. А почему травница? Потому что там трава лечит. Внутри куколки трава. Так, хорошо. Она слухая. А как у матуши называлась вот эта кукла? Переверяется. Так, а почему же ее так? Она превращается. И превращается в маму. И в девушку, да? А так? Такая кружка, такая есть машинка перевернута. Ну что, вижу, ребята, вижу. Вы все запомнили. Все правильно отвечали. Молодцы. Ребята, я очень рада. Действительно, наша экскурсия прошла не зря. Вы много запомнили. Интересно вам было? Да. Понравилось? Да. Но это еще не все. Мы вместе с куколкой-колокольчиком для вас приготовили маленькие подарки. Вы их готовы получать? Да. Ну тогда подходите к нашей красавице. Колокольчик зазвини. Для подарки всем принеси. Вот здесь, вокруг куколки, собралось много маленьких колокольчиков. Это все, ребята, для вас. Выбирайте. Вот этот, ребята, маленький оберег радости хочется, чтобы остался у вас. Как напоминание о нашей экскурсии, о ваших хороших знаниях. И надеюсь, что вы еще не раз к нам придете. Придете? Да. Приходите сами, друзей приглашайте. Маму с папой ведите. Ну а мы, ребята, как воспитанные дети, должны сказать в ответ, какое слово? Спасибо.